добрый вечер ну что есть кто-нибудь я не предупреждала что буду выходить в эфир просто сейчас давала интервью американскому телевидению мы решила заодно заодно решила выйти в эфир тут доброму назвать сложно конечно у наталья влащенко добрый вечер что хочу сказать я много транслирую важной информации последнее время в инстаграме и конечно очень тяжело пробиваться сквозь стену такого отрицания реальности читать что я выдумываю что-то если нахожусь в украине и наверное вижу то что происходит и говорю то о чем я вижу но такое в общем я что хочу сказать у меня там не то чтобы мне это было лично самой важно нет конечно просто я вижу тенденцию потому что там какие-то там отписываются люди довольно массово после того как я сообщаю какие-то как мне кажется важнейшие вещи то ли страшно быть моих подписчиков вы потом все равно смотрите этот контент но просто не будучи на меня подписанными потому что как раз таки просмотры материалы и stories наоборот гораздо выше по количеству людей которые смотрят но просто вы поймите что там мне лично вот самой нет в этом никакой ну то ж там выгоды или там что еще кто-то думает но а вы недовольны что лично я не был бы убежище да вы знаете вот так вот в данный момент еще пока там где я нахожусь не бомбили так получилось вот что я хочу сказать независимо от того насколько я понимаю что вот я не знаю это безумие то есть она тоже не в состоянии там одна хотя я хочу вам сказать что среди украинцев есть люди которые способны голыми руками останавливают танки даже такие есть но я сейчас не об этом я сейчас о том что мир не будет прежним нравится кому-то не нравится там пропасть которую катится россия ну как вам сказать наверное вот те которые пишут что вот это все им нравится это не вся россия да есть очень много и с каждым не все больше известных людей которые высказываются против действий власти в украине действий российской власти в украине естественно против действий российской власти которая отправила в украину армию сражаться с демократичной страной с прекрасными людьми с украинцами которые находятся на своей земле российская федерация вторглась и бомбит не только объекты военной инфраструктуры но и мирное население дома в киеве в харькове пять дней уже ну ладно сейчас я не к этому я хочу сказать что многие за это время медленно конечно но стали находить в себе смелость выходить записывать ролики в прямые эфиры писать посты даже какие-то коллективные письма и уже даже есть такие которые собрали под петиции нет войне более миллиона подписантов поэтому откуда злорадство я вот не могу понять когда вот действительно может уже бы отписались вы не пойму не засоряли бы эфир вот вот эта вся шваль которая вот сейчас пишет и злорадствует когда умирают люди дети что еще я должна сообщить просто реально вот эти вот вот и они очень взгляд меня я и так пять дней в отчаянии и в ярости ну ладно я не буду смотреть давайте уберу эти комментарии чтобы их просто не видеть потому что это этих чертей чтобы не видеть и не слышать все можете не стараться ничего не вижу так вот вернусь значит к тому что многие записали и это важно вот например а сегодня я увидела ролик певица лабады лабады у нее 10 миллионов подписчиков значит 10 миллионов подписчиков увидели я думаю что они понимают что раз человек говорит она вся в слезах говорила то наверное должна быть какая-то альтернативная точка зрения кроме пропаганды российской теперь по поводу по поводу убитых дело в том что создаются сайты на которых можно на которых можно узнать попал ли там чей-то родственник в плен или был ли он убит но роспропаганда создает фейковые страницы блокируя предварительно настоящую поэтому на сегодняшний момент у меня в ленте есть телефон горячей линии министерства внутренних дел украины там было но есть три телефона увеличивают сотрудников операторов которые работают 24 часа 24 на 7 служба психологов работает потому что часто это деликатная информация которую приходится сообщать поэтому если вы если вы родственник родственница военнослужащего российского и он ушел со связи вы не понимаете где он то я вам советую позвонить на горячую линию не все что внутренних дел украины я думаю что вы почерпнете информацию вот и в случае если по счастливой случайности окажется что ваш родственник не убит и не ранен и не в плену то я думаю что надо приложить все усилия все усилия для того чтобы солдаты прекратили выполнять этот прикупите преступные приказы прекратили вторгаться прекратили военные действия на территории мирной демократической украины поэтому если вы хотите чтобы это бой не остановилась понимать что никто не оставляйте шансов уже приходите к оккупанты на землю к мирным людям что какое еще какая может быть реакция на вас вас голыми руками единственный город который несколько суток удерживался в руках оккупационных вот этих вот военных это был бердянск город по-моему около ста тысяч там населения ничего больше никто даже я не знаю кто вам что там рассказывает про какие-то окружения какие-то там это все чушь земля вот тут горит у русских под ногами земля горит под ногами но это еще не все в бердянске чтобы вы понимали люди вышли просто люди даже не не то что не армия не территориальная оборона просто жители города вышли сегодня все и прогнали оккупационную вот эту вот не хочу ругаться в общем я хотела сказать по поводу горячей линии телефон есть в ленте у меня пока это видимо единственное что вам что вы работает потому что сайты которые создаются с тем чтобы упростить этот поиск они блокируются русскому надзором и потом еще к тому же создаются фейковые страницы которые конечно не помогут мягко говоря вот надо что-то делать в общем так я вам скажу потому что вся эта весь этот угар абсолютно безосновательный во первых а во вторых аморальный и мерзительный который я наблюдаю у себя там периодически в комментариях и там еще на каких-то там пропагандистских шоу это абсолютно неуместно всего того что россия катится в пропасть это это беда и никакой там другой диагноз поставлен быть не может но я чувствую что не все готовы признавать поражение однако очевидное и думают что повышая ставки можно спалить в этом вообще весь мир поэтому если все-таки люди еще было такая песня у стинга приказ до rush and love the children to вот если русские тоже любят своих детей то надо что-то делать вот надо что-то делать понимаете вам страшно потому что там где армия и силовые структуры с народом как в украине то это одно общее дело а вот когда силовые структуры вся эта росгвардия что там еще у вас есть и так далее работает против народа когда еще и вы думаете они 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 не знают что происходит вы считаете что они на своей кухне но кто-то же их вырастил кто-то же этих вырастил люди космонавтов в шлемах с дубинами просто ситуация заключается в том что ну изоляция последствия санкции отключение от платежных систем аннуляция всех там висну просто естественная фиаско в результате этого всего промышленного комплекса всего того что чтобы там не говорили пропагандисты российская экономика не в состоянии самостоятельно существовать вообще не может производить вообще у него нет производства замкнутого цикла собственных гази во всем постоянные везде нужны детали иностранные это все ну смотрите правде в глаза я не понимаю просто что еще что еще что еще сказать чтобы ну чтобы это как-то было понятно что читаешь его там пишите в итоге я вижу я вижу сколько ой привет из сэмша мне очень приятно вижу 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 сколько людей все во первых страшное самое что резко стали какие-то все озабоченные геополитикой уже последние там я не знаю много лет вот сколько ведет эти шоу дурные на всех этих отвратительных каналах где люмпины просто какие-то они подкуда не берутся рассказывают о таких знаете в таких категориях когда там люди серьезно образованные историки и многие другие и то постеснялись бы давать каких-то там ярлыки навешивать и давать какие-то окончательные ответы а эти ж сыплят и я так понимаю что нужно посходили что ли с ума люди до переели этой каши ну шоу я не понимаю фиаско абсолютно безобразное военное преступление то что творят до днюму непостижимо вам вот сейчас мы разговариваем бомбиться кельки всю секунду харьков под одессой стоят лезут везде где только в суммах сколько дней шла это бойня херсон но просто поймите что это все идет происходит пять с лишним тысяч погиб у убитых российская армия да и при этом абсолютно не то что ничего не взято кто вам там что рассказывает что за чушь героически сопротивляется украина весь украинский народ стал кроме армии высоко профессиональной отважной так теперь еще резервисты 100 тысяч человек встали очередь банковых стоял у у у в украине очередь в военкоматы в то время как в россии в банкоматы вот что происходит в терраборону записалась практически все мужское население которое владеет оружием и так далее а уж не говоря бердянск как их прогнали вообще без оружия вы понимаете какой уровень позора ну просто очнитесь ну куда я считаю что если не знаю матерей военнослужащих жен волнует вообще увидите живыми потому что всех пленных кого спрашивают ну конечно частично может это легенда я не знаю тоже такая прям аж но все же все же потерянные дезориентированные все же говорят не понимаем зачем что у нас послали на учение нас послали на учение они говорят у нас отняли телефоны когда мы пересекали мы не знали что мы пересекаем границу украина когда вот увидели кто за что говорит ну вот когда увидели нет находится конечно некоторые что нет отказываются там есть кто конечно сразу сразу сдаются есть которые ну определенно и довольно ожесточенные бои шли поскольку пока еще была там техника которую даже не рассчитали на заправку то что они по какой то я вообще не понимал бы то они на и они вот эту пропаганду вот эту вот которую они производят вот это для одурачивания своего этого электората сами что ли потом смотрят по вечерам считаю что кто-то вообще тут кого как кого кто их тут ждал позорище стыдоба горе мирное население под обстрелами 16 детей погибших кто это будет смывать с рук российских этих оккупационных войск как их там назвать кто это будет делать кому-то кажется что это как это вообще может пролезть каким-то образом люди с ума что ли сошли и поэтому нет никакой другой идеи кроме как привести в боевую готовность ядерное оружие это да все кончилась шахматная доска у многоходовочников дошел я вам еще раз говорю надо что-то делать вот сейчас так черта уже последствия для россии неизбежные наступили с каждым днем они будут хуже и хуже поэтому россия это два и три десятых процента от общей мировой экономики от мира то есть мир не заметит исчезновение российской экономики вообще если кому-то кажется что это газовая там или нефтяная игла такая уж прям незаменимая то нет мир переживет ненависть к россии уровня такого я даже просто за это безобразие которое творит страна вам никто это не будете потом рассказывать вот он там дел мы не знали в германии чуть не полмиллиона человек вышло на митинги полмиллиона человек они вообще-то говоря не сторона конфликта во франции выходят в италии выходят в россии все боятся автозаков нет понимают что 6 тысяч человек арестованную понимаю в данной ситуации когда речь на речь идет будет их не будет ядерная война где матери вам что безразлично что будет с вашими там этими воюющими вы не хотите кого-то еще спасти нет желания такого нет я просто я в отчаянии просто я не знаю у меня притом поймите что тут прогнозы изначально и у всех нормальных экспертов были и очевидно совершенно что украина справиться это вообще не вопрос там может там сколько еще дней это просто бойня ну что сюда приотправляют но еще сначала было больше техники ну сейчас еще они бомбят я хорошо там у них какое-то количество они тоже кончаются ракеты не бесконечные а про к производству этих ракет сейчас вот вот это все закончится а потом этот заказ и так далее там цикл чуть ли не год там восемь месяцев до одной там и так далее украина конечно прогонит все всех чертям отсюда просто ну как живыми если еще кого в основном то конечно здесь находят свою погибель оккупационные войска ничего другого другого названия нет никакой не надо рассказывать ни про какую там боль какой-то там что-то там ордло страдала по-вашему и поэтому надо бомбить территорию украины вы додумались уже совсем что ли я вам еще раз говорю услышьте люди если вообще там есть еще здравомыслие хоть какой-то вы поймите что это это уже все перешло из разряда это 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 уже это это большая беда это горе я еще раз говорю о том что однозначно совершенно я не абсолютно там не это не какая-то там что-то жалости тут никто не выпрашивает вашей вообще здесь не нужны русские люди вообще я говорю уже сейчас о россии и о мире том сколько еще неприятностей вы собираетесь вот этими вот этими вот вот этими вот которые сейчас пишут эти комментарии омерзительные вот эти вот эта вся шваль она вообще у них вас есть кто-то вообще что это за что-то не имел ни фамилий непонятно вообще кто это такие отписались бы уже просто провалите с моей страницы провалить эту свою просто уйдите отсюда идиоты вы понимаете что вы просто это не тот момент когда можно свои эти дурацкие 200-300 рублей отрабатывать за комментарий вы понимаете что вы уже ну это не обсуждается уйдите говорю вы дебилы дебилы уйдите еще раз поэтому я не знаю я уверена что среди тех кто меня сейчас смотрят есть и нормальные люди ну не только что это клиника на надо надо ну я серьезно говорю это очень все страшно это очень все страшно и надо что-то делать я рада что есть несколько уже десятков известных людей в россии которые выходят и говорят наверное им тоже страшно наверное я вообще не понимаю кто что кто что это вообще манера так всего бояться у этих ваших космонавтов которые разгоняют митинги у них что нет родственников или родственники покрывают это все или всех со устраивает или давайте приводить в боевую готовность ядерное оружие еще вышел радуетесь этому вы что думаете что это вас не коснется ну это вообще школе учились или вообще хоть пять классов есть если я кому-то надоел и кто-то хочет закруглился идите вон с моей страницы я вас не задерживаю вы мне глубоко омерзительный я преодолевая рвотный рефлекс сейчас сижу в эфире мне тошно от ваших комментариев вот этих ботских меня выворачивает от того чтобы вы творяете вы мне глубоко отвратительны понимаете но я все равно выхожу потому что я знаю что меня смотрят еще и нормальные люди и эти нормальные люди тоже не знают что делать но еще раз говорю в каждом обществе это ответственность самого общества но ничего другого нету поэтому такое отношение потому что даже в моем эфире это все это мыслимо вообще вот это мыслимо аплодисменты вот это я вам безобразию этому это это вы просто это вы поверьте что всем все разъяснят ближайшее время ну вопрос то может еще недели иссякает все вот это более который на которую отправила российское руководство свою армии даже назвать я не знаю оккупантов этих они уже иссякают все то есть это я понимаю что вы переходите против мирного населения против городов мирных вы переходите на еще и крылатые ракеты искандеры полетели искандерами бомбить киев наверное есть еще и такие которые считают что это тоже все их это злорадство да еще и это еще есть но просто ну как бы понятно что ответного тоже не то чтобы сочувствие никакого не вызываете совсем ни у кого в мире нет таких которые бы сочувствовали вам аплодирующим этой авантюре никого изоляция на сто процентов вот что конечно отчаяние конечно сначала была кипучая ярость было просто испанский стыд все что вообще весь набор но я еще раз говорю это уже то красная линия пройденная за которой каждый шаг приближает к пропасти то есть уже речь идет не о том чтобы о ком сохранении там нет лица там вообще не сохранится не то что там пинать будут каждое упоминание я уже это ладно и вообще мне до него но хотя бы хотя бы вот сейчас на этой стадии хотя бы сейчас потому что никто и я так понимаю что обезумевшие им признать поражение как же это же разграблена эта чертова армия у которой ничего не работает посмешище адмирал кузнецов который пердел дымом на пол средиземного моря вот в таком вот виде вот в таком вот виде вся остальная армия тут но это ж это же как бы ни в какие шиму это признавать да думаете просто вздумайтесь те которые ну вот не идиоты которые вот это вот на полные ремни тут вдумайтесь я вообще не могу понять что за эти идиоты которые пишут просто что к чему это все злорадство вы вот к чему вы чтобы думаете что вас не коснуться не пора ли одуматься остановиться еще не возникает идей вы что считаете что вы пропетляете что вас мы не то есть никто не будет знать вот что это вот это вот эти ваши как чуть ли тюремные погоняла не имени не фамилии не телефона ничего по идите сейчас у нас хорошее есть это самое куда мы отправляем всех советами вот советами еще вообще дальше еще отправляетесь я и так с трудом сижу и говорю хочу хочу чтобы вы поняли что несмотря на весь набор этих чувств на это глубокое отчаяние на самом деле я пытаюсь просто донести сколько могу мне это совершенно невыгодно наоборот с точки зрения того что мало ли что они еще там в отношении меня ну я и так достаточно потерпевшая но я не буду молчать я не из тех кто способен вот так как вот это вот шваль которая сейчас мир стоит на пороге ядерной войны и эти идиоты мне продолжают писать гадости спать они мне отправляют сами выспитесь скоро так что люди что отсидятся вкусах никто не отсидится вы не понимаете вот правильно вот правильно пишут вы просто не понимаете с какой силой вы пытаетесь играть это вообще не игры сейчас украину освобождать от кого от граждан украины вижу не понимаете что украина никаких русскоязычных не ущемляет вот я живу в украине я пою на всех украинских сценах у тебя все прекрасно и надо никого тут ничего никакой помощи не то что вообще проклинают земля горит под ногами убраться надо с территории украины немедленно русским войскам немедленно но я же понимаю что не кроме вот этого вот этой швали которая пишет всякое там злорадство вот это вот по поводу того что там они еще что но есть же у меня нормальные люди которые которые меня смотрят и слушают но они же есть ну нам надо как-то активизироваться ну надо же что-то сделать надо стряхнуть себя это все ну и что же мы будем гибнуть из-за вот это вот неполноценно во первых смотрите все эту чушь которая там про особенно там какие-то неприятности вот эти все рассказы про восемь лет каких-то там непонятных страданий во первых страдания это только в российской федерации могут быть законы которые измеряют оскорбление чувств верующих вот чувство это не та категория которая может требовать реванша поэтому если отдельно взятые какие-то люди по какой-то причине внутренне страдали это что повод бомбить кого-то еще если что-то вас не устраивало в вашем прошлом настоящим какой-то не тот выбор вы сделали в какой-то еще что-то не так пошло это же сейчас повод бомбить украинские города я вообще не хочу слушать ни про как это то есть вы засрали голову людям в россии страданиями несуществующими нету никаких страданий у того донбасса о чем речь там была линия разграничения они за пределами той линии разграничения 8 лет делали чё хотели чё хотели то и делали если они не удовлетворили своей внутренней той деятельностью которую они там вели ими управлял кто кто-то там в один мошенник 2 еще там какие-то пирамидки еще он там не помню кто должен им чего-то компенсировать за их в какие-то там непонятные страдания вы понимаете что вы жрете какую кашу вы можете жрать то есть они уже поняли что освобождать это как бы картинки не получается ну никого не голыми руками людям гомолопатами граблями выгоняют ну невозможно это не никогда в жизни россии не будет тут ничего вообще не мощь не делать никогда в жизни никогда в жизни украина не будет оккупирована российской армии там не знаю во 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 бывший руководитель нужно машине как то но так же как наверное своих плачиков так живут сосы вот а как они там что-то за атаку пенсию получаю силы с другой стороны научились это все нормально дать нет ни страданий моральных не вызывал сколько людей уехало вроде поброса все не желая жить под этими оккупационными, псевдо-квази-руководителями. Побросали все, что у них было. В это во все въехало. Это Люмпин повъезжал везде. И то мало. Страдают они. Я вам скажу не то, что я-то, знаете, пью крайне редко. Я вообще веду очень здоровый образ жизни. Уже сто раз обсуждали мои диеты и все такое прочее. Просто я вам хочу сказать, что я даже сколько бы я не выпила, если бы даже я попробовала, я бы все равно не натянула это на голову все, что происходит. Это уже невозможно. Нет таких веществ, которые бы позволили этот кошмар, когда я просто до сих пор думаю, каждое утро, может, это просто приснилось, это позорище, этот кошмар, этот ад, это пекло, это будет. Нет. Будем с этим теперь дальше жить. Вот так вот будем жить дальше вот с этим совсем. О, живая Беларусь. Так еще Беларусь втягивают. Еще же Беларусь теперь втягивают. Теперь еще с территории Беларуси же летят ракеты. Поэтому, поэтому, поэтому еще раз говорю, субъективная оценка страданий каких-то там отдельно взятых групп, страдали они, не страдали, я не знаю, это не повод заставить страдать вообще весь мир, то, что вы хотите сейчас сделать. Не повод. Потому что ничего из этой авантюры не будет. Я еще раз говорю, горит земля под ногами, вышвырнут вас к чертовой матери. Всех до единого. Если еще живыми выберетесь, это редкая удача. Еще раз говорю, военнослужащие, одумайтесь, остановитесь. Я, вот, сколько я людей знаю, мы все, вы понимаете, мы все встанем на защиту земли украинской. Никто сюда, никого, это забыть, понимаете, это чушь, это исключено. Вы представляете себе, еще раз привожу в пример, я не говорю, понятно, героическая оборона была несколько суток подряд Киева, Харькова, Сумы, Херсон, да, и был момент, да, действительно, не хватало украинской группировки, был временно оккупирован Бердянск. Ну, люди, голыми руками, вдумайтесь, вышла толпа, жители всего города, вышли, и вы можете себе представить, что они выгнали, заставили этих оккупантов сесть и уехать? Вдумайтесь, куда вы отправляете, в какое пекло? Просто это остановить бы как-то. Остановить, я вам хочу сказать, вот как, потому что, если вы это не остановите сейчас, то следующий этап, это что? Как бы сделать так, чтобы весь мир не узнал об этом позоре, да, вот это вот единственное сейчас беспокойство российской власти, не о том, как похоронить по-людски своих этих пять с половиной тысяч убитых. Ни об этом никто не думает. Я не знаю, есть ли среди вот сейчас слушающих меня матери, которые ищут своих детей. Я думаю, вот им сейчас не смешно. Следующее, когда, ну, уже совсем будет невозможно выдавать эту авантюру, ну, одураченных сколько, я не знаю, там, сколько это можно, интернет все равно есть. хорошо, закрыл, фейсбук там хитростью, очень многоходовочной хитростью. Сначала требовать, чтобы там в отношении телеканала звезда не было каких-то там, ну, короче, я даже не хочу вникать в это все, это все вот, тьфу. И, что дальше? Что дальше вот? Дальше, что после того, как уже врать будет невозможно? Дальше, что? Атомное оружие? Ядерное, да? Это дальше? Головой будем думать? Жить еще кому-то хочется? или страшно хочется? Или страшно хочется самим сдохнуть из собой, весь мир уволочь? Это идея. Вот эта идея? Об этом речь? еще раз говорю, думайте, думайте. Потому что это, если это будет так дальше продолжаться, я вам скажу, что, ну, где, где эти космонавты с этими шлемами, этими скафандрами, которых якобы никто не знает, и которых якобы все боятся, поэтому во всех столицах мира стотысячные, двухсот, трехсот, четырехсоттысячные митинги, тут не можем выйти. Не санкционирован, видите ли, у вас митинг против войны, да? Слабость это у кого-то, там кто-то сказал, что это слабаки, да, не хотят войны? Ну, что хочу вам сказать? Тяжелый случай. Нормальные, вменяемые люди войны хотеть не могут, понимаете? Не могут. Еще раз, если, я еще раз повторяю, в который раз, мне вообще ничего не нужно. У меня кипучая ярость. Мне, я не собираюсь ехать в Россию. Вообще. Мне ничего от вас не нужно. Провалились бы вы отсюда, чтобы в Украине не было, след простыл. Все, что мне нужно. Мне не совершенно не надо никаких, вот ничего, вот, ну, к заинтересованности даже, не то, что вообще никакой. Кроме омерзения, уже ничего. Но это совершенно не значит, что хочется, знаете, чтобы как-то бесславно и безидейно, не ради чего случилось еще большее горе, и каждый день все хуже, и хуже, и хуже. Ну что, я не знаю, я вам скажу, что даже так, как они будут, это наш эфир, это, конечно, нереальное что-то. Я вам хочу сказать следующее, что я, конечно, еще раз, растут без мамы дети, 18 лет тому лосю, который растет без мамы, уже вырос он без мамы. У меня его отняли в 12 лет, и он уже вырос. Я не знаю, мне трудно сказать, как оценивают мои дети все то, что происходит. Ну, если так же, как вот эти боты, то, как вам сказать, это же не достучаться. Я еще раз говорю, уже, это уже не какой-то, там, локальные там, это, это беда. И как вы умудряетесь не останавливаться? Это просто, это уже, наверное, какая-то, мне непонятная категория бесстрашия. Наверное, у вас, у ботаж, это бесстрашие. Ой. Ну, что сказать? Я люблю своих детей, всех. Нашу такого, я Илью всю жизнь называла лосиком. Ну, да. Потому что он с детства играет в смешариков, там один из них лосяш. Поэтому, да. Он у меня с детства так, сам себя. Вот. Да это не безмозглость, это конченая продажность. Это, это вообще, я не знаю, что делать. Это, я не знаю, что делать с этим. потому что они создают ложное ощущение того, что якобы это кем-то поддерживается, что якобы это кому-то может нравиться. Я вот, понимаете, как пережила гибель моего очень любимого, самого близкого мне человека на земле Дениса Вороненкова. Я вот, как человек, переживший утрату такую не представляю, чтобы. Но это надо, понимаете, если человек не понимает ужаса этого, не боится подобного, то я думаю, что это психиатрия. Это психиатрия. Это реально просто клиника. Санитаров надо вызывать. Но, конечно, смущает меня то, что их настолько много, этих сумасшедших, как говорит один мой знакомый, пиздоватых. Вот их реально очень много. Настолько много, что я не понимаю даже, не понимаю даже, как в этой ситуации избежать самого страшного. Я буду со своей стороны, несмотря вот на это все, потому что мне это, вот, кроме того, что я переживаю каждый день тут, глубоко и очень болезненно. Мало мне этого, мне еще, вы думаете, нужно читать и слушать вот эту дресню? Вот это мне вот зачем? Совершенно, правда, не нужно? Вот эти комментарии идиотов. Но я понимаю так, что даже если в результате моих воззваний одумается еще там хоть сколько-нибудь человек, то уже я не зря это делаю, потому что это надо останавливать. Надо остановить. Только количество можно остановить. Поэтому я рада, когда одумываются, хоть они сразу смелости хватает. Российские там, ну и не только российские, а выступающие на российских сценах. Артисты, музыканты рады, потому что они все-таки лидеры общественного мнения. И все, что ведет к прозрению, потому что чем быстрее оно наступит, ну как, скорейшая постановка диагноза, она всегда, это первый шаг к выздоровлению, правильно? Поэтому я буду бороться все же-таки за умы, хотя, конечно, это не доставляет абсолютно никакого удовольствия, абсолютно просто. вот, и и буду, буду я сообщать существенные вещи, буду я постить и дальше информацию, которая нужна и которую сложно подчеркнуть, не то что, может быть, может быть, будет и такая, которую вообще будет невозможно найти где-нибудь еще. вот, да, зомби, это, конечно, беда, это беда, где-то пишут, что меня зомби не слышат, но я не ради зомби, я просто думаю, что есть еще такие, которые начинают что-то понимать, вот, есть еще такие, которые из этого всего думают, что-то не сходится, как-то не так оно все, что-то не то, вот я ради этих людей стараюсь, и по большому счету, еще раз, все, кто это делают, я в том числе, я думаю, что все прекрасно понимают, мы все понимаем, что мы, ну, как рискуем, я не рискую совершенно, потому что я, ну, в Украине, ну, то есть я у себя дома, я люблю Украину, обожаю, и в этом плане, конечно, мне не грозит столкнуться там с каким-то придурком из русского мира, но подлости разные, конечно, я понимаю, что я могу оказаться на карандаше у всей этой, у всей этой швали, я понимаю, что они, конечно, будут ненавидеть меня за это все, поэтому в этом отношении я ничего абсолютно, конечно, не приобретаю, когда пытаюсь чуть-чуть прочистить кому-то взгляд, вот, но я считаю, что это надо делать, понимаете, это надо делать, это надо как-то всем, конечно, мы все немножко в этот момент, кто делает, кто говорит, кто, все мы, конечно, наверное, чем-то рискуем, но я думаю, что тот риск, который существует в случае эскалации этого конфликта, он намного выше, чем любой индивидуальный риск, вот, Зеленский умница, Зеленский сегодня объединил всю нацию, Зеленский герой, вот сегодня можно сказать совершенно вот именно спокойно именно это слово, это не преувеличение, если даже вот до всех этих событий было критики достаточно много внутри, ну, есть многопартийная система, есть там, лидеры оппозиционных фракций и так далее, и сыпалось всякое разное в сторону, то сегодня в результате того, что вообще происходит, и как мужественно, как отважно он себя вообще поставил, как он ведет себя, как он самоотверженно служит своему народу, да, Зеленский герой, абсолютный герой, вот, и герои Збройной силы Украины, каждый герой, герой в терр-обороне, да и все, кто сопротивляется, украинцы герои, потому что они приняли на себя этот удар и по большому счету спасают мир, Европу как минимум, а может быть и весь мир от этого безумия. Так что вот, я сказала вам о том, что происходит, если это кого-то образумит, я буду считать, что не зря. Вот, поэтому буду и завтра, хотите, пишите, там я буду посты какие-то поставить ежедневно с новостями, пишите, задавайте вопросы, буду отвечать. Вот. Страшно, конечно, потому что все, что у меня сохраняются, когда эфиры, мне даже жалко, что я не могу сохранить это все вместе с этими комментариями. это большая досада, потому что то, что они пишут, это просто на голову не налезает, до какой степени. Это даже не цинизм и не безумие, это людоедство. Вот, это людоедство. поэтому давайте что-то делать, давайте не дадим себя сожрать этим людоедом, ну и не дадим, надо что-то делать, чтобы не произошло что-то страшное. Надо их останавливать. Российскую власть надо останавливать. Надо немедленно ее остановить. хотя еще раз говорю, украинцы справляются, я ничего не, здесь это не какой-то там, это глобальная уже проблема. Украина вот все эти оккупационные войска вышвырнется самостоятельно. Весь мир помогает Украине. Украине поставляется оружие, слава Богу. Весь мир на стороне Украины. Поэтому тут ну подумайте хорошо, что будет следующим шагом, когда Украина окончательно отобьется. Это уже вот не за горами, я думаю, что я думаю, конечно я не военный эксперт, но я думаю перелом уже произошел. Так и так эти самые уже вторгнувшиеся. но я просто переживаю из-за того, что признавать поражение настолько будет даже я вам скажу, что не понимаю, на что он решится, чтобы его не признать. Думайте, люди, думайте. Это уже не не просто там какие-то пафосные слова. Это проблема большая. Вот. Поэтому по поводу ботов, я еще раз говорю, все, которые злорадствуют, пишут гадости, вот серьезно, могу только призвать высшие силы, просто будьте прокляты, потому что мешаете. Злорадствующие преступлением и убийством будьте прокляты. Поэтому это конечно страшные времена. Вот. Великодержавность вот эту свою вообще забудьте. Вот это вообще забудьте. Изгой парень вот во что превращается страна семимильными шагами. Ладно, не хочу заводиться по-новому. Все. Буду писать, буду выставлять посты, буду писать эти самые сторис, все важное буду, ну и как все, то, что я успеваю увидеть и то, что я расцениваю как существенное и важное буду публиковать. Так что все. Кому-то может и спокойной ночи, а у нас спокойных ночей уже нету как шестые сутки. Все. Сутки. Продолжение следует...